МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Брюссель постепенно возвращается к жизни после вчерашних террористических атак. Уже ходит общественный транспорт, работают магазины и кафе. Горожане спешат по своим делам, но под этой привычной картинкой много смятения и боли. Жители пострадавшего от террористических атак города делятся с журналистами своими страхами и опасениями. Когда это случается в Париже, в Нью-Йорке, еще где-то, страшно, конечно, но говоришь себе, «Нет, такого у нас не будет. Такое здесь просто не может случиться». А потом это случается. В 500 метрах от дороги, по которой я хожу каждый день. Мне, как жительнице Брюсселя, очень больно. Террористы все ближе к нашему дому. Но Брюссель – прекрасный город. Мы не станем подчиняться страху. Мы не станем жить под диктовку террористов. Обстановка в городе все равно отличается от обычной. В Брюсселе повышенные меры безопасности. Улицы города патрулируют полицейские и военные. Они тщательно проверяют припаркованные в центре автомобили. Их осматривают при помощи металлоискателей. Выясняют, не прикреплены ли к днищам машин бомбы. Госучреждения работают сегодня в обычном режиме. Брюссельцы говорят, выход на работу после атак дался нелегко. Особенно тревожно тем, кто трудится в Еврокомиссии. Взрыв в метро вчера произошел на станции, расположенной рядом с офисом этого учреждения. Я вышла на работу. Конечно же, а что делать? Если остаться дома, сидеть и бояться. Получится, что террористы победили. Очень, конечно, страшно. Такое странное, непривычное чувство. Но нужно как-то дальше с этим жить. Жизнь продолжается, мы работаем. Сегодня по всему Брюсселю приспущены флаги. Возле штаб-квартиры НАТО флаги стран-членов Альянса. Возле здания Еврокомиссии флаги ЕС. Внутри самого здания прошла траурная церемония. Минутой молчания память погибших во время теракта почти и президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, премьер-министры Бельгии и Франции, а также бельгийские монархи Король Филипп и Королева Матильда. Стали известны имена мужчин, взорвавших себя накануне в аэропорту Брюсселя. Террористов-самоубийц звали Халид и Брахим Эль Бакрау. И они были братьями. Информацию об этом обнародовала полиция. Также стражи порядка распространили фотографию и имя третьего предполагаемого террориста, пособника смертников. Его зовут Наджим Лашрави. По сообщениям бельгийской прессы, он уже задержан спецназом в Андерлехте. Ранее 24-летнего Лашрави уже разыскивали в связи с терактом в Париже 13 ноября 2015 года. Предполагается, что он мог быть одним из сообщников террористов и изготовить для них взрывные устройства. В Минобороны Бельгии рассказали, что двое предполагаемых исполнителей терактов в аэропорту носили по одной перчатке. Это определили по фото. Могли быть спрятаны детонаторы – механизмы, с помощью которых можно взорвать бомбу. Сами же бомбы в аэропорт Брюсселя были пронесены в трех чемоданах. При этом сработали только две из них. Террористы, по словам чиновников, прибыли в аэропорт на такси. Они поставили свои чемоданы на тележке. Первые две бомбы взорвались. Третий террорист также положил чемодан на тележку. Но, видимо, запаниковал, и она не взорвалась, рассказали брюссельские правоохранители. Операция по выявлению пособников террористов проходит по всей Европе. В Баварии задержаны трое подозреваемых в причастности к организации терактов в Брюсселе. На шоссе Мюнхензальцбург арестовали трех косоваров, которые могут быть связаны с террористической сетью. В полиции подтверждают факт задержания, но не готовы ответить, действительно ли жители Косово принимали участие в подготовке брюссельских взрывов. Я могу подтвердить, что три человека из Косово были арестованы сегодня ранним утром. Это предварительное задержание. Люди были задержаны по подозрению в подготовке серьезного преступления. Мы сейчас берем у них показания и дальнейшее расследование определит, станем ли мы их задерживать надолго. Подозреваемые приехали из Брюсселя на зарегистрированном в Бельгии автомобиле. Внимание полиции на этих людей обратил аноним, написавший силовикам. В своем сообщении он указал данные косовских албанцев, путешествующих на Мерседес серебристого цвета. Немцы соболезнуют горю жителей Брюсселя. Жители немецкой столицы несут цветы и свечи к посольству Бельгии, чтобы выразить сочувствие семьям жертв, пострадавшим и всей скорбящей стране. У меня нет родственников или друзей в Бельгии, но я европейка, и мы одна семья. Поэтому неважно, в какой стране это произошло, это ужасно. Террор, захлестнувший в прошлом году Францию, продолжается. В бельгийском посольстве каждый желающий может оставить слова соболезнования в специальной книге. Честно говоря, теперь в общественных местах Берлины я чувствую себя не очень уютно, особенно если я с ребенком. Немцы напуганы террористическими атаками на соседей, но менять планы пока не собираются. В аэропортах страны столько же пассажиров, как и в любой другой рабочий день. Во Франкфурте люди говорят, что верят, полиция не допустит в Германии подобных атак. Я чувствую себя в безопасности в Германии, я не переживаю. Тут везде полиция, так что я чувствую себя защищенной. Конечно, мы видели выпуски новостей, но в аэропорт мы приехали с относительно нормальными чувствами. Тут много полиции, даже в электричке мы ехали с полицейскими. Я думаю, все будет в порядке. Некоторые пассажиры поначалу поддались панике, а потом все же решили не менять планы и отправиться в путь. У меня очень странное чувство. Со вчерашнего дня мы обдумывали, стоит ли нам ехать вообще. Часто летаем на самолете, больше всего в Стамбул. Теперь, конечно, есть сомнения. Между тем, сегодня Европейская комиссия предложила ввести контроль на входах в аэропорты, пишет газета «Дивельт». Чиновники ссылаются, в частности, на успешное введение контроля на входе в аэропорт Домодедова, где пять лет назад произошел теракт, унесший жизни 37 человек. Индивидуальные проверки на входе в аэропорты потребуют расходов, однако они могут значительно повысить безопасность воздушных ворот, говорят в Еврокомиссии. А вот станции метро, в отличие от аэропортов, такими мерами защитить намного сложнее, признают политики. При спущенной флаге над Бундестагом и канцлерамт Берлин скорбит по жертвам взрывов столицы Бельгии. Трагические события в Брюсселе задают тон еженедельному заседанию Кабинета министров ФРГ. Главная тема встречи правительства – возможные последствия терактов. Накануне Ангела Меркель пообещала, что власти Германии приложат все возможные усилия, чтобы защитить немецких граждан и найти виновных в брюссельских атаках. Заседания Кабинетов министров, посвященные последствиям терактов, проходят сегодня в разных странах Европы. И пока министры решают, что делать дальше, ультраправые Евросоюза говорят, что власти ЕС сами виновны в атаках. Бельгийские, британские, голландские, французские и итальянские евроскептики заявляют, что причиной нападений стали свобода передвижения в ЕС и решение Германии принимать беженцев. Поэтому политики призывают прекратить действия Шенгенского соглашения, вернуть пограничный контроль в странах ЕС, а также покончить с миграционной политикой открытых дверей для беженцев. Кроме того, они перекладывают вину за кровопролитие на ислам. И спасти Европу может лишь ее деисламизация. Борьбу с международным терроризмом сегодня обсудили главы МИД России и Германии. Франк-Вальтер Штайнмайер сейчас находится в Москве с официальным визитом. Речь на переговорах Лаврова и Штайнмайера шла в первую очередь о Сирии, Украине и борьбе с угрозой террористических атак, особенно на фоне событий в Брюсселе. Отношения с Германией, как сегодня подтвердили наши переговоры, остаются приоритетными для нас. Мы являемся важными партнерами друг для друга в европейских, в международных делах. И Россия настроена на то, чтобы всячески поддерживать именно такой настрой в наших отношениях по любым вопросам. ФРГ в этом году является председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Очень большие надежды министры возлагают именно на АБСЕ. По их мнению, сотрудничество в рамках этой организации может помочь в решении наиболее актуальных проблем современности, в частности, проблемы международного терроризма. Мы не можем позволить себе терять время. Каждая страна должна приложить максимальные усилия для решения этой проблемы. Также стороны обсудили судьбу украинской летчицы Надежды Савченко, которую российский суд накануне приговорил к 23 годам заключения. Ранее европейский политик призывал освободить военнослужащую. Мы приняли к сведению тот факт, что российский суд вынес вердикт. И надеемся, что в ближайшее время по этому вопросу удастся достичь гуманитарного решения. Сегодня также состоится встреча Штайнмайера с Дмитрием Медведевым и Владимиром Путиным. В Москве сегодня находится и госсекретарь США Джон Керри. У него тоже запланирована встреча с российским президентом и Штайнмайером. ФИФА начала расследование в связи с проведением Чемпионата мира по футболу 2006 в Германии. Расследование коснется в недавнем прошлом крупных немецких футбольных функционеров. В частности, экс-президента немецкого футбольного союза Вольфганга Нирсбаха и главы РКомитета Франца Бекенбауэра. Предметом расследования станет громкий коррупционный скандал. Предполагается, что организаторы чемпионата создали черную кассу. Туда в 2000 году было тайно перечислено почти 7 миллионов евро. По информации издания Der Spiegel, деньги были предназначены для подкупа четырех представителей Азии в исполкоме ФИФА. Благодаря их голосам Германии и удалось получить право проводить у себя мундиаль. В результате скандала в отставку вынуждены были подать несколько функционеров. Глава РКомитета Бекенбауэр был оштрафован ФИФА на 6 тысяч евро за недостаточное сотрудничество в коррупционных расследованиях. При этом факт покупки Германии чемпионата мира 2006 так и не был доказан. Теперь ФИФА намерена поставить окончательную точку в этом деле. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова